Преодоление препятствий Преодоление препятствий Преодоление препятствий Которые можно ощутить Которые можно наблюдать Очень явно Наше биологическое строение Мы отвечаем по нашей конструкции Женщины более округлые Мужчины более мускулистые Хотя количество костей По половым признакам естественно ну и соответственно первичным и вторичным да и распределение ролей естественно разные ну в общем то вот в первой главе 20 стихе это так и написано здесь вот у вас эти слова что господь сотворил мужчину и женщину он не творит мужчину и друга по рыбалке он не творит женщину и дитя для нее чтобы ей было чем заниматься господь творит мужа и жену и причем обратите внимание что когда говорится створил бог человека он не просто сказал там створил двух людей смотрите тут писали потер расшифровывать мужчину и женщин вот мы когда защищали диссертацию знаете перелопатили масса массу материала и вы знаете что мы увидели буквально только в последнее время буквально последнего несколько десятилетий два-три десятилетия психологии появился новый термин до этого не было термина к тем more гендер гендерные отличия гендерные отличия с такой вот раньше говорит половые отличия сейчас разбирать н Mills и то есть сейчас потому что их сегодня не доказывают доказывает что мужчина отличается от женщины kırk witcher тацы защищает докторских умные люди пишут вы знаете что мужчины отличается от женщин и де言ара отлично только по половым признакам но и имеется ввиду физиологически но и отличие именно в духовном в душевном строении мужчины и женщины то есть мы отличаемся и в поведении своем созданы изначально по разному то есть это многие считают что это воспитание такой вот женщин так воспитывать поэтому получается женщина а вот если будете мальчиком воспитывать как девочек и девочек получится вот это все вообще не доказано это наоборот вот наука доказала что это все ерунда как бы вы не воспитывали мальчика поймете в нем будем так говорить возникнут аномалии сто процентов по-женски он никогда не начнет мыслить это будет аномальный мужчина но кстати в отношении того женщины даже мужчина и женщина думают по-разному опять от строения того что мы изначально сделано иначе это идет из физиологии ну чтобы было более понятно мы так это подробно описано своей книге а так вот сейчас коротко можно на этом остановиться наш мозг состоит из двух частей правой левой половины левая половина мозга отвечает за до левый полушарий отвечает за логику за факты за цифры за логические цепочки что зачем следует правая половина мозга правая полушария отвечает за чувства переживания построение взаимоотношений какие-то вот связи с людьми и вот эти два полушария связывает такой тоненький мостик который по латыни называется корпус колюзиум такое хорошее красивое название корпус колюзиум на русский вы перевели некрасиво позористые тела и вот у мужской половины этот мостик чуть-чуть поуже чем у женской то есть что это значит у мальчика чуть-чуть уже чем у девочки у юноши чуть-чуть уже чем у девушек не чуть-чуть количество связей внутри вот этого мостика вот этого мозолистого тела она одно и то же то есть количество формации который перетекает из одного полушария в другое она абсолютно одинаковое но так как мостик поуже то для того чтобы одно и то же количество формации перетекло из одного полушария в другое нужно чуть больше времени для мужчины это там микроны какие-то там надо секунды но тем не менее время занимает больше чем у женщин и но опять же образ такой представьте есть вот такая труба и вот такая труба не нужно вылить ведро воды через такую трубу мы будем выливать ведро так ухнули и все утекло а через такой будет там тоникой струйка ли что там ничего не пропало ни одной капельки вот так же мужчину то есть он в одном полушарии начнут фактах в логике и а чувство говорить бесполезно ему нужно время чтобы перейти из одного полушария но если мужчина в чувствах то в чувствах вот тут и ту же и логи никакой быть не может а у женщин это мостик чуть пошире и она легче перетекает из одного полушария в другое и она болтается мостике и не поймешь где она то ли в чувствах то ли в логике вот что сейчас о чем она говорит посмотрите даже как строить мужчины предложение прихожу смотрю сидят ничего не делаю я им говорю работать надо сидя то есть подлежащие сказуемо . ну да может быть дополнение обстоятельства как предложение строить женщину ты представляешь прихожу на работе а там все суши ну вообще полный хаус полный хаус это прям как вот в служебном романе помнишь когда она заходят а там все красятся ну вот прокачивать тоже был этот фильм помнишь там не родись красивый слушай помнишь как он не изменял по страшному у нас бедная соседка представляешь трое детей муж гуляет я на нее смотрю и сердце у меня заходит и плакать начинаю вот о чем я сейчас должен думать что у нее все на работе красят или что там все изменяли или уж у соседки проблемы а плачет она вообще чуть-чуть на разговор первое что мы с ней начинаем делать я ее учу разговаривать мужским языком подлежащие сказуемая точка вы своего мужа просто порой он не может он меня не слышит он ничего не понимает что я говорю вы знаете я как женщина смогу понимать потому что я как вы я тоже раз и я вместе с вами как бы во всех этих категориях я понимаю что вы хотите сказать мужчина он не может ухватить факты потому что вы их утопили в эмоции вы построите конкретно предложение чтобы муж вас услышал знаете вот действительно вот женщина проходя несколько буквально уроков проведешь все и муж меня начал понимать вот говорим на одном языке но говорим совершенно по-разному мозг мужчины я называю таким хорошо организованным складом все разложено по ящичкам каждый ящик надписан жена работа машина ребенок вот все четко распределено все логично и если мужчина находится например в ящике там ремонт карбюратора у машины он именно в этом ящике и он не может больше о чем-то другом думать нет конечно может так напрячься и о чем-то там другом думать но для него это нужно усилие воли если в этот момент спросить например как приготовить для ребенка манную кашу он должен карбюратор сложить в ящик с машиной пойти найти ящик с ребенком открыть его достать оттуда файл где написано еда найти манную кашу представлять сколько времени пройдет полушарий вот эти два вспоминать о мостике сразу то есть у него все разложено по ящичкам и чтобы из одного ящика перейти в другое должно время у женщины мозг я называю шифонер открываешь створки все это вываливается не видно что глубоко зато видно все сразу бытовое такое восприятие шифонер на склад у меня чего-то более техническое вот вот мозг мужчины как луч лазера вот он в одно так вот место и вот в этом месте мужчина видеть все цели как дойти все шаги четко логично мужчины в этом месте глубоко а женщина знаете как вот на 360 градусов вокруг себя просканировала она не видит глубоко для того чтобы построить логические связи женщине нужно войти напрячься вообще все свои мозговые функции напрячь вот она напрягаться чтобы четко увидеть все вокруг этой точки учет все видите даже как сказал мы были на бизнес-семинаре там ведущий так сказала там где мужчина видит перспективу женщина всегда видит опасность и вот и здорово что вот так вот бог нас такими создал вместе мысли один видит цель и перспективу другая видит вот эти вот все возможные варианты которые меня однажды на работе генерал вызывает михаил очень не знаю как но что через неделю было вот это у меня ну я так выхожу думать о неделе я сейчас вот раз два три там четыре шага сделаю получу то что необходимо и целую неделю можем отдыхать то есть за один день все это сделаю 5 дней выходных замечательно приходит у даму игру жена представляешь у нас тобой появляется такой незапланированный опыт сейчас вот раз два три четыре генералу сделал это задание которое он просил все мы с тобой можем помнишь хотели съездить давай поехали собирали я вернусь что знаешь подожди ты меня послушай говорим если ты вот этот шаг сделаешь ты знаешь вот они вот между собой дружат и вот это вот чай подумают что вот он подсиживает а ты окажешься между ними а вот у него жена дружит с женой генерала это меня послушать у них вот знаешь вот свои там вот заморочки по поводу этого человека в общем-то там будет возможность очень больших неприятностей да все это я точно могу сказать ты меня можешь не слушать но если ты так поступишь концу года тебя будет не премии 13 зарплаты откуда она вообще может это знать там кто с кем дружит причем тут жены вообще их я иду и делаю как стал необходимым в конце года нет ни премии 13 зарплат как вы думаете кто вы виноват на каркову естественно всегда виновата жена вот такие ситуации то есть вот вот важно чтобы действительно мы понимали что верное решение наиболее верное решение принято в союзе двоих не зря нас господь создал такими разными когда пока с мамой советуются все правильно а поддержите твс молитвой и финансами не рассчитывайте что пожертвует кто-то другой так думают многие и хорошие проекты перестают существовать информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3w тв семинаре точка ком вообще знаете вот такого вдулайзера я раньше думала что это проблем касается только нашей семьи вот ультра муж встал я думаю немножко еще помежусь кровати там пока он там одевается все вот он открывает чапанья начинает одеваться они говорят где носки я говорю второй полки там справа вот он говорит нету вот я лежу я вижу что прям на эти носки смотрит у меня сразу издевается издевается я говорю смотри внимательно там смотрю нету вот я встаю знаете вся вот уже вся в эмоциях ну что утром пять минут лишняя кида спонеживается в постели вот они он такими невинными головами слушай правда не видел вот знаете вот такое-то ощущение вот специально вот он делает так что мне с утра испортится настроение а портится вообще изумительно сразу причем мужчина открывает холодильник жена где масло на 2 полку смотри ну вот тычет а нету масло масло попадает между лазерами а жена открывает холодильник полку всю сканирует все что на ней лежит она же ведь сразу все о вот масло такой случай который конкретно продемонстрировал что мы вот смотрим по разуму на вещи муж значит снял часы положил их на столик пошел умываться в ванну там значит на работу собрался так все возвращать а я в это время пыль вытирала я эти часы вытирали ну сдвинул там немножко какой сдвинул ты их вообще на край положил журнальный и он возвращается и тут началось ты вечно со своей уборкой ничего оставить нельзя в этом доме вообще я имею право свои вещи оставлять и находить их там же где их оставил очень-то целый тиран по поводу того что я прям враг номер один я значит терпелась я уже открыла рот чтобы ему сказать все что я о нем думаю то что я ему говорю миша там и лежат нету здесь ну издевается вот опять вот конкретная прям вот понимаете мысль у меня а потом думаю стоп стоп но он же прав там куда он положил часы их действительно нет я говорю миша и пожалуйста на 10 метров правее найдешь давайте вот если на эти вещи смотреть ну во-первых с юмором а во-вторых как на данность мы это не изменим это данность да по мере того как начать живут вместе становится одной плоти чего-то меня научил ниши я уже умею очень-то диссертацию когда защищалась а поймал на мысли что я действительно умею копать с его помощью не помогает учиться это делать я учусь сканировать уже так так рада друг у друга начинаем это мучить конечно я это никогда мне не будет происходить естественно сканировать и связи кто там чья подруга и как это зависит от разницы на моей работе а вы женщины это элементарно раз и видим правда все вот эти вот связи логически то есть что-то в нас изначально вложено а в чем-то мы можем помочь друг другу усовершенствовать это же здорово это такая потрясающая данность от господа это нужно просто вот такая старая иллюстрация когда женщина открывает шифонер и говорит мне нечего одеть что это значит пусто все грязно нет ничего вот вот она разница однажды у нас мужчина на одной группе говорит это не правда сейчас женщина мещанки все чем новенькое подавать это я уже носил это я не хочу это я уже другие поносила вот раньше женщины были более духовно они вот носили есть такое место в писании 40 лет одну и ту же одежду и она у них не вешала так подумал оправдывать был с такой местный и успел ответить потому что я начал копать библию эту правду был с такой а женщина а женщина просканировать а я не верю что они носили все время одно и то же наверняка они между собой менялись я так подумал ну правда вот в молодежном лагере да я эту копчику раньше на тебе видел да мы поменялись а для меня это стримаски если ко мне подойдет мой друг скажет михаил мне брюки надоели дай твои поношу то есть представляете вот насколько мы разные и можно говорить о помещанстве а можно просто принять как факт что мы женщины и когда я работал начальником отдела у меня там есть женщины там секретарша походят они друг другу там вот одна ко мне подходит или слушай в туалет хочу пойдем вместе сходим что вы там будете делать вдвоем мне это непонятно ну мы заодно и поговорим а для лета странно когда подойдет ко мне мой друг скажет михаил в туалет пойдем сходим вместе за это можно и то есть вот они физиологические препятствия и